которой является наш большой друг Фонда Горчакова, специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству, посол по особым поручениям Михаил Ефимович Швыдкой. И сегодняшняя лекция будет посвящена ситуации в сфере культуры и искусства в разрезе влияния на нее пандемии коронавируса. Добрый день, Михаил Ефимович, большое вам спасибо, что нашли возможность выступить перед нашей аудиторией. Я коротко скажу о нашем регламенте. Встреча будет посвящена, в первую очередь, выступлению Михаила Ефимовича. После мы предоставим возможность задать вопросы нашим участникам, в состав которых входят партнеры, члены клуба и грантополучатели Фонда Горчакова, а также участники наших программ. На этом я, наверное, закончу. С радостью передам вам слово для вашего выступления. Михаил Ефимович. Спасибо огромное. Спасибо, Виктория. Спасибо, Даша. Спасибо всем, кто сегодня днем решил присоединиться к нашему разговору. Разговор, как уже было заявлено, пойдет о том, как живет искусство в эпоху пандемии, как живет культура в эпоху пандемии, что она будет делать после пандемии, и вообще, что в нашей сфере происходит. Ну, сразу скажу, что, наверное, все ощутили на себе, не только в России, но и в других странах мира, что если бы не было художественных произведений, будь то кинематограф, телевизионные сериалы, возможность посетить музеи в самых разных странах, и я исчез куда-то, ребятки, сейчас я к вам вернусь. Да, вот я здесь опять. То, здравствуйте, если еще раз, если бы не было этой возможности, то, я думаю, мы переживали изоляцию очень тяжело. И, естественно, что культура и искусство доказали в это очень сложное, в общем, для всех время, что они обеспечивают такую социально-психологическую устойчивость граждан. Повторю, это относится, понятно, не ко всем, не все там ходили, посещали Лувр, но должен вам сказать, что, скажем, за время пандемии, в первый же месяц, количество виртуальных посетителей Эрмитажа было приблизительно вдвое больше, чем обычно в Эрмитаж приходят за год. Это вот такая цифра очень серьезная. Обычно Эрмитажное посещение – это 6 миллионов человек, а за полтора месяца, скорее, его посетило больше 12. И это очень интересное явление. Потому что то, о чем там 20 лет тому назад говорили, как о некой гипотетической возможности, сегодня стало такой вынужденной необходимостью, скажем так. То есть культура переместилась в виртуальное пространство, и я думаю, что какое-то время делало это с увлечением. Во всяком случае, тот огромный контент, который накопился за последние столетия, оказался… Ну, я не говорю о музеях, где, естественно, произведения искусства насчитывают в некоторых Эрмитаже или в Лурии тысячелетия. Но вот тот современный виртуальный контент, то есть фильмы, спектакли, музыкальные концерты самые разные, они оказались очень важным подспорьем для всех, чтобы пережить пандемию. Это важно, безусловно. И я считаю, что вообще культура и искусство в целом, они стабилизируют общество. Чем выше количество посещений культурных учреждений, тем общество стабильное и более-менее устойчиво психологически. Это такая известная, в общем, зависимость. И кроме того, в данном случае мы не будем об этом распространяться сегодня, культура и искусство очень серьезно влияют на развитие экономики. Об этом я скажу, может быть, чуть позже. Второй момент важный. Все действительно учреждения культуры мира, самые главные, начали работать в виртуальном пространстве очень активно. Ну, вчера, например, в российской газете была очень подробная статья, такая статья интервью Марины Девна-Лошак, директора музея Мнипушкина, где она просто рассказывала о большом количестве новых виртуальных явлений, которые появились в искусстве, с использованием 3D и с рассказами не только коллекции, но и об отдельной картине с привлечением возможности совместной деятельности детского центра, где дети вместе делают не только флешмобы, но и проводятся занятия, ну и так далее, и так далее, и так далее. Очевидно совершенно, что культура, еще раз повторяю, сыграла и играет, продолжает играть колоссальную роль вот в этих новых условиях. Одновременно появилось очень много сегодня разговоров о том, что вот, дескать, если раньше мы говорили о культуре и об образовании онлайн, как о некоторой возможности, которая существует наряду с живым искусством, возможности живого контакта с искусством, живой возможности общаться с прекрасным, то сегодня это стало необходимостью, и скорее всего, как многие полагают, это станет таким трендом, который изменит бытование искусства после того, как общество и страны выйдут из пандемии. Вот это уже вопрос очень серьезный, на самом деле. Я вам приведу пример любопытный и, с моей точки зрения, очень показательный. Ну, первым оркестром, который пытался играть симфоническим по правилам, которые сегодня диктуют санитарные врачи, был Пражский симфонический оркестр. Я не видел его концерта, я видел и слышал концерт Берлинского филармонического оркестра, которым управляет Кирилл Петренко, который 1 мая, прошу прощения, они отмечают свой день рождения. Обычно они должны были играть в Израиле, но играли у себя дома, в Берлинской филармонии, и они сели так, как положено, вот как диктует санитарный врач, санитарные нормы. То есть музыканты сидели друг от друга на расстоянии 2 метров, и вот вся рассадка оркестра была вот таким образом расширена в пространстве, и они давали симфонию Малер. Это совсем другое искусство, поверьте мне. Я сейчас говорю не о том, что я враг санитарных врачей, я наоборот их друг и большой поклонник, особенно Анна Юрьевна Поповой, но вы понимаете прекрасно, что оркестровое исполнительство это когда группа скрипачей, альтистов, филончелистов, духовиков сидят плечом к плечу, потому что звуки, которые они извлекают из своих инструментов, не преодолевают этого пространства 2 метра. Они как бы извлекаются, как будто коллективный художник. Понятно, что это такая, ну я не хочу сказать имитация, но в известном смысле это такая недостаточно качественное музыкальное исполнительство, все равно. А если говорить о свинитарных нормах, то вы прекрасно понимаете, что трубачи и тромбонисты, даже если их сажают за 2 метра друг от друга, они с дыханием воздуха переносят все микробы, какие есть только в их хрупких и нехрупких организмах. В начале мая в Австрии была издана инструкция, с помощью которой рекомендует с театром приступать к работе. Ну, она мне напомнила инструкцию, которую выпустил наш Роспотребнадзор с предложением кинематографиста начать съемки. Значит, что в инструкции австрийской было написано, что с 18 мая можно людям репетировать в театре, но только одному человеку. Один человек может заниматься репетицией. А с 31 мая можно репетировать группами, но эти группы должны следующим образом быть, как бы сказать, оберегаться от коронавируса. Они должны быть в масках, во-первых, а во-вторых, на расстоянии метра друг от друга. И дальше говорится о том, что, конечно, можно давать публичные представления, но если на каждого актера и на каждого зрителя будет по 20 квадратным метрам такой защитной территории. То есть, понятно, да, расстояние должно быть достаточно большое. Недавно было замечательное интервью Кати Бирюковой такой замечательный музыкальный критик с кастинг-директором цюрихской оперы Михаилом Финкотенгольцем, он же директор программы «Московская филармония». И вот там, это богатейший оперный дом Европы, как вы понимаете, но там всерьез говорят о том, да, мы хотим попробовать играть по правилам, а что для этого нужно? Нужно, чтобы, так сказать, включить хоры все. Вот, например, нельзя, чтобы хор стоял на сцене, потому что хор – это, ну, как правило, больше 50 человек уж точно в оперном доме. Понятно, да? Понятно, что не может быть никакого кордеболета, потому что мужчины, поднимающие женщины, они находятся с ними в такой физической, тактильной близости, и предохраниться тут достаточно сложно, что бы ты ни надел на все, значит, подавающие места. Ну и так далее, и так далее. И Финкотенгольц, говорит, справедливо. Ну, надо понять, что, значит, работать артистом в эпоху пандемии – это рискованное дело, и, ну, как любой риск, это надо, чтобы люди подписали контракт. Мы готовы или не готовы играть в таком плане. Дальше достаточно сложно, потому что, вы поймите, культура, которая сыграла такую важную роль в эпоху пандемии, она понесла самые большие финансовые потери. Все публичные учреждения культурные, ну, я сейчас говорю о России только, да, были закрыты 15 марта. И до сих пор ни музеи, ни театры, ни концертные залы, ни кинотеатры не работают, и библиотеки в том числе, да. Значит, ну, скорее всего, библиотеки еще, может быть, откроются там, поскольку можно соблюдать некоторые регистации, но все равно библиотека – вещь очень опасная. Это, знаете, вот как сейчас, например, в Париже, вчера я разговаривал со своим коллегой, открыли обувные и магазины обуви и одежды. Вот войти туда можно, но померить ничего нельзя. Нельзя померить ботинок, нельзя померить пиджак. Если ты знаешь размер своей рубашки или там носков, носки можешь купить, понятно, да? А, как бы сказать, все остальное невозможно. То же самое с книгами. Пойти в библиотеку можно, но зараза же передается через бумагу, она передается через газетную бумагу, через книги там и так далее, и так далее. Но самое тяжелое положение, конечно, я еще раз повторю, и у музеев, и у театров. Дело в том, что по экономике это ударило очень сильно. И, скажем, такой серьезный идет сейчас, серьезные дискуссии у нас, и серьезные дискуссии идут в ряде европейских стран, а как помогать крупным учреждениям культуры. Я вам приведу простой пример. Эрмитаж в месяц зарабатывает приблизительно 200 миллионов рублей на билетах. Значит, в год 2,4 миллиарда приблизительно. Я говорю только про билетные посещения. Вот поэтому эти 6 миллионов, которые к нему приходят, зрителей, посетители, они дают такие деньги. Сопоставимая сумма в Большом театре, Большой театр в среднем ежедневно зарабатывает 9 миллионов рублей. Зарабатывал. Значит, соответственно, в месяц это порядка 20 миллионов. Ну и считайте, сколько это в год. Два месяца отпуска, значит, вот два месяца они не работают. То есть, если говорить о музее, скажем, как Петергоф, они потеряли около 3 миллиардов. Я думаю, что аналогичная потеря в музее в Кремлях, потому что музей Кремля самый посещаемый музей, в общем, поскольку люди приезжают в Москву, они идут в музей. В музей Кремля в первую очередь. То же самое в Третьяковской галерее. Ну, я не говорю сейчас о региональных музеях, что может быть несправедливо, но они тоже потеряли своих посетителей. Равно как и театр. И это, естественно, очень изменило планы. Но я не говорю про большие оперные дома. Ну, скажем, понятно совершенно, что у Большого театра было впервые подписано соглашение с Метрополитенопера, с Нью-Йоркским крупнейшим оперным домом. Они собирались сделать совместную постановку. Понятно, что это исключено. Понятно совершенно, что изменились гастроли, потому что все оперные певцы сидят дома на самоизоляции и поют вместе со всеми в онлайн-режиме, значит, создавая какие-то виртуальные сочинения. Такая же ситуация с балетными. И это, повторяю, экономический, очень серьезный удар по культуре. Потому что, как вы понимаете, сегодня культура во всем мире – это часть огромной туристической индустрии, помимо всего прочего. И это огромное, в общем, вливание в экономику. Когда-то Михаил Борисович Петровский был одним из первых, кто сделал такой замечательный проект. Сколько один посетитель Эрмитажа приносит экономике Санкт-Петербурга? Потому что, ну, приблизительно 90% людей, которые приходят в Эрмитаж за год, это не жители Петербурга, а это туристы, причем туристы, как иностранные, а Петербург, по количеству иностранных туристов, один из самых посещаемых городов, самый посещаемый город России, столько и российских, которые приезжают в Петербург, в том числе для того, чтобы специально пойти либо в Мариинский театр, либо в Эрмитаж. Это, повторю, экономика, которая касается всего – гостиничного бизнеса, общепита, ну и так далее, и так далее. Культура во многом является таким драйвером экономики, не только в таких больших мегаполисах, как Москва и Петербург, скажем, или там Париж, Нью-Йорк и так далее. Ну, вы понимаете, что впервые за всю историю такого не было во время войны. В Нью-Йорке не работали бродвейские театры и не работают до сих пор. И это, как вы понимаете, колоссальный удар по экономике, потому что коммерческие театры, я это знаю хорошо, поскольку я руковожу Московским театром мюзикла, не государственным театром. Коммерческие театры зарабатывают только на том, что они зарабатывают. И других денег у них нету. Поэтому, как только 15 марта мы вынуждены, 16 марта мы вынуждены были закрыться, то все закончилось. То же самое относится, я не хочу сравнить наш театр с бродвейскими, хотя он точно такой же. Но то же самое произошло на Бродвее. То же самое произошло в Лондонском верстенде. Они закрылись и все. И когда они откроются, вопрос очень сложный. Поэтому, еще раз повторю, с одной стороны, есть экономика культуры, и экономика культуры показывает, что учреждения культуры, деятели культуры очень сильно пострадали, потому что во всем мире, в том числе и в России, очень много людей – это фрилансы, это люди, которые работают как свободные художники. Это относится к актерам, это относится к художникам, музыкантам, там и так далее, и так далее, и так далее. А с другой стороны, пострадали крупнейшие институции культуры, и изменились все графики. То есть понятно совершенно, что заново надо будет учиться жить уже не в сезоне 20-21 годов, а я думаю, что в сезоне 21-22 годов. Это довольно сложная и такая непростая вещь. Ну, понятно совершенно, что все премьеры кинематографические поехали. И вот я разговаривал с американскими продюсерами и с российскими продюсерами. Ясно, что никаких премьер осенью 20-го и весной 21-го годов, в общем, ожидать не приходится, но только, так сказать, такие вот комнатные сериалы. Это все отразится на качестве, художественном качестве продукции. Ясно, что не будет крупных фестивалей, ясно, что уже вот Каны отказались, отменились, отменятся, я думаю, Карлова Варе, ну и так далее, и так далее. Это все очень серьезные вещи. Это экономика, менеджмент, там, организация. Но дальше встает вопрос, а как это отразится вообще на художественном феномене, как это будет, что будет происходить потом. Вот сегодня вообще очень много говорят о том, что вот никакого мира, который был до пандемии, не будет, что все изменится, что мы будем жить в другом мире, там, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, я вас не хочу огорчать никого, никакого другого мира не будет. Вот, чтобы было понятно, да? Он будет просто... Какое-то время мы будем соблюдать санитарные нормы, мы не будем обниматься, целоваться при встречах, мы будем носить там маски какое-то время, летая в самолетах, а потом найдется вакцина, или люди начнут поймут, как лечить. Вот уже сегодня говорят о том, что в сентябре, в октябре появятся какие-то достаточно более-менее эффективные лекарства, и все должно будет вернуться на круги свои. Но вот здесь возникает, ну, уже такого свойства, ну, такого, я бы сказал, смыслового, если говорить о культуре, искусстве и образовании. Сегодня, особенно, это видно по моим коллегам в сфере образования, очень много говорят о том, что вот все образовательные программы пойдут в онлайн, пойдут, уйдут в онлайн. И что вот то, о чем, скажем, там, в свое время рассуждали, как о возможности или как о... Ну, поверьте мне, с моей точки зрения, что образование в онлайн, даже если вы сможете, там, слушать лекции, не знаю, Принстона, Гарварда, Лондонской школы экономики, или МГУ, или Высшей школы экономики, в городе условном, там, Гроверкорнерс каком-нибудь, да, американском, это не заменит живого образования. Не заменит. На самом деле, давайте так, серьезно, если говорить. Вот, ну, например, сегодня много говорят, там, о телемедицине. Она действительно играет важную роль, потому что человек заходит в бокс больному, и он может своему коллеге, более опытному, или коллеге, который является специалистом другой области, показать больного с помощью, там, ватсапа, скайпа, или чего-то еще, и получить какие-то рекомендации. Ну, известны все разного рода робототехники, которые используются в операциях. Но поверьте мне, это приведет к еще большему социальному неравенству. Люди небогатые и бедные будут учиться онлайн, люди состоятельные будут ходить к живым врачам, а их, они будут по-прежнему, они будут светило, и они будут лечиться у хороших, живых врачей, которые будут использовать, да, новейший тип технологии, которые будут использовать все, что хотите, но они будут реальными делать живой врач, живый пациент. Я вспомнил, извините, сказал живой врач, живый пациент, как Бернард Шоу, у него была такая мрачная шутка, что вообще сфера известности врача состоит в том, какое количество знаменитых людей он уморил. Но это, в нынешней ситуации эта шутка звучит слишком грустно. Повторю, то же самое будет в образовании, и люди все равно, мы вчера как раз на эту тему говорили с Андреем Александровичем Форсенко, нужно будет все равно баланс определенный, баланс онлайн и живого образования. При том, что это необходимо, я думаю, и для лекторов, и для студентов тоже в первую очередь. Потому что, знаете, вот я вам приведу пример просто художественный. Вот смотрите, вы можете сегодня вот в этой новой ситуации, да и в старой ситуации, да и в будущей ситуации, включить записи лучших музыкантов мира, которые исполняют лучшие произведения мира. Если вы хотите послушать Баха, вы включите Глена Гульда, или если вы захотите послушать Рахманинова, вы включите Рихтера или Гиллиса, ну кого хотите. Ну кого хотите, Трифонова, не знаю. Самых лучших современных композитов, музыкантов. И тем не менее, филармонические залы полны, и люди идут слушать музыкантов, менее качественных, может быть, менее совершенных, но живых. Потому что вот это, ведь на самом деле, спектакли рождаются от сотворчества публики и артистов на сцене. И все артисты знают почему-то, мы всегда говорим, ой, сегодня был хороший зал, а сегодня плохой зал, а вот сегодня так, а завтра так. И вот этот момент сотворчества музыканта или актера на сцене, или даже оперного певца с залом – это важнейшее качество вообще, важнейшее качество создания спектакля, создания концерта. Без этого ничего не происходит. И поверьте мне, что вот мы много говорили об этом в свое время с Германом Оскаровичем Грефом, потому что он действительно один из таких пионеров онлайн-искусства, и вот то, что сегодня развивается там ОКО, платформа и целый ряд других направлений, они связаны с Асбером и с Асбербанком, и он серьезно очень к этому относится, но он тоже прекрасно понимает, что да, онлайн – это демократизация вообще жизни, и к культурной жизни в том числе, потому что житель Сахалина с помощью онлайна может совершить экскурсию в лучший музей мира, от Эрмитажа до Прада или до Метрополитен-музея, что вы хотите, да? Но это в каком-то смысле все равно будет не художественный акт, это все равно будет акт такой, скорее, образовательно-информирующий, потому что, ну, не могу сейчас это привести пример, потому что Виктория меня обвинит в сексуальных домогательствах сразу. Мне очень приятно на вас смотреть на этом экране, да? Но в реальной жизни это значительно приятнее, понимаете, да? Потому что люди – мы же существа вообще биологические в каком-то смысле. Для нас очень важны запахи, и это совершенно другой контакт. Вот, ну, все другое, понимаете? Даже на расстоянии двух метров социальной защиты. Поэтому, если говорить о том, как будет жить искусство, я думаю, что, конечно, зритель в какой-то момент все-таки побежит в театр, когда поймет, что это не страшно. Вот этот момент очень важный. И я думаю, что одна из больших тем, которые для нас существуют сегодня – это убедить зрителя, что театр, что замкнутое помещение – это не страшно. Потому что, действительно, для людей это психологически будет дискомфортно. Они начнут заниматься спортом, они будут выходить на улицы, они будут общаться в парках. Но я думаю, что, если будет возможность в ресторане выбрать между верандой и помещением замкнутым, будут выбирать веранду. Потому что там все-таки есть другой простор. Но, тем не менее, я еще раз повторю. Наверное, я так думаю, что все вернется. Потому что, ну, все возвращалось последние пять тысяч лет. Вот пока человек как бы основал себя так или иначе, да, все возвращалось так или иначе к тем процессам, которые были. Я не буду сейчас говорить о геополитике. Это отдельная история применительно к пандемии, применительно к экономике сегодняшней. Конечно, я думаю, что есть одна из проблем, которые социальные государства должны, о которых должны думать, да. Люди будут, люди выйдут с пандемии, в общем, потерявшими под уровень стандарт жизни, с которым они жили до этого. И понятно, что все, что связано с развлечениями, даже с самыми высокими развлечениями, будет, для многих станет опять не по карману. И вот эти люди будут продолжать еще жить в онлайне, так или иначе, да, это экономическая история. И если говорить о социальной такой ответственности государства, то, конечно же, нужно поддерживать граждан не только для того, чтобы дать им хлеб насущен, что важно, безусловно. Но нужно было бы поддерживать граждан в том, чтобы стимулировать их возвращение в музеи, в театры, в кинотеатры. Такие механизмы есть. Я не думаю, что мы будем их использовать в Российской Федерации сегодня, поскольку они требуют такой воли определенной, которой, я думаю, на сегодня у нас другие просто задачи. И речь идет просто о реальном выживании. Ну вот, скажем, я приду вам пример. Что делали итальянцы, скажем, последние годы? Они выдавали деньги на книги. Вот на эти деньги ты ничего не мог купить. Ты не мог купить ботинки, джинсы, жвачку или прокулять их в ресторане. Тебе вдавалось 500 евро в год, на которые ты мог купить только книжки. И это относилось к молодым людям до 25 лет. Это стимулировало определенную... Это, так сказать, косвенная поддержка книгоиздательства. И одновременно это поддержка чтения, если угодно. Вот какие-то такие нестандартные механизмы надо все равно будет запускать. А что касается самого виртуального искусства, то, конечно, мне кажется, оно должно будет эстетически искать какие-то новые решения, если угодно. Потому что вот мы, смотрите, я вам сейчас сделаю галерею из нас. Это галерея. Вот галерея. Здравствуйте всем. Вот мы сидим в галерее. И вот, в принципе, все последние форматы художественного творчества, они были именно вот такого свойства. Я вот эти квадратики могу смотреть только на производственных свещаниях или на вот нашем таком сегодняшнем разговоре. Но когда в этом формате играет симфонический оркестр из каждой из дома, или поют мои артисты даже замечательно, они прекрасные, любимые и так далее. Вот на эти квадратики я больше смотреть не могу. Потому что с художественной точки зрения это очень такой навязчивый и достаточно формальный, что ли, художественный ряд. И в этом смысле я думаю, что надо будет все равно размышлять о том, каким образом собственно виртуальное искусство должно будет само себя трансформировать. Ведь на самом деле визуальное искусство, виртуальное искусство было связано до пандемии с тем, что называлось видеоартом. То есть это была часть художественного, я назову это изобразительного или неизобразительного искусства. Но вот то, что сегодня современные художники очень часто используют видеоарт, так или иначе, как некий такой вангардистский прием. Сейчас это стало такой бытовой, просто естественной частью нашей жизни. И, конечно же, художникам, которые будут заниматься видеоартом, надо будет делать, надо будет думать о том, как это художественно трансформировать. Все, я понял, что надо заканчивать. Мне строго Виория говорит, что завязывайте, мол, с вашими глобостями. Я готов отвечать на вопросы. Спасибо вам большое, Михаил Ефимович. Вас можно слушать бесконечно долго. Мне кажется, вы затронули самые наши потайные струны души. Все очень хотят пойти и, наконец-таки, послушать вживую, и в консерваторию, и в театр, и насладиться, и окунуться в атмосферу искусства. Но, к сожалению, пока мы ограничены в этом плане, поэтому... Ну, невозможно выбивать в электронном баре все время. Это может с ума сойти, правильно? Абсолютно с вами согласна. Поэтому, коллеги, мы готовы начать задавать вопросы. Первый у нас начнет Балагова Кандур. Она является президентом российско-британского кинофестиваля СИФА, представляет Великобританию, Лондон. Кандур, вам слово. Михаил Ефимович, здравствуйте. Спасибо огромное за интересную лекцию. Потрясающе. Я бы лучше не задавала, а слушала бы вас бесконечно. Вы затронули все ответы и вопросы мои в том числе, но я хотела бы, чтобы вы немножечко потоптались на теме международных кинофестивалей. Вы затронули, да, Карловы Вары, Требека, Каннский кинофестиваль. Все перенесены. Открываешь веб-сайт Postpont. И we are closed until further notice. На некоторых непонятно, когда точно откроются. То есть вот позавчера буквально я вела онлайн беседу с профессором Нью-Йоркского университета, киноуниверситета Карлом Бардишем. Он говорит, я просто во Флориду сбежал из Нью-Йорка, потому что вообще ничего не понятно. Ведем онлайн уроки и так далее. Вопрос. У нас кинофестиваль в Сочи в ноябре. Прогнозируйте. Извините за сложный вопрос. Я благодарен вам, Люба. Спасибо, что вы вообще нашли время присоединиться к нам. И по поводу кинофестиваля. Действительно, все подвешено, постоянно находится. И, как я уже сказал, в России ясно совершенно по поводу проводить кинотавру онлайн. Не будет Праги, не будет Московского уже, очевидно, совершенно не будет Московского кинофестиваля. В те сроки, которые он планировался, планировался в конце апреля, отменились Каны. И, естественно, что это, безусловно, повлияет на общую атмосферу кинодела в мире. Потому что все-таки фестиваль позволяет возможность концентрировать внимание на тех или иных картинах. А победители Каннского фестиваля, как вы знаете, это всегда еще и такой коммерческий значок, значок, знак качества, что позволяло картине получить хороший прокат. Не знаю, что будет с Венецией, думаю, что Венеции не будет, потому что Италия... Венеция – это конец августа, начало сентября. Италия закрыта для туристов. И я думаю, что до конца года они не откроются, безусловно. Что касается Сочи-ноября. Ну, мы не отменяли пока, скажем, вот у нас Московский кинофестиваль, поскольку он проходит в кинотеатре России, где работает мой театр, Московский театр мюзикла, наш театр, то они просят начало октября, считая, что, в общем, в это время провести такой живой кинофестиваль будет возможно. Я думаю, что для этого надо будет, конечно, встречаться с Анной Юрьевной Поповой, нашим главным санитарным врачом, и беседовать на все эти темы. Что касается, скажем, Петербургского форума культурного, который должен быть в ноябре, он тоже планируется и пока не отменяется. Отменяется ряд таких кинобольших, там есть всегда киносекция. И я думаю, что два варианта. Если не будет второй волны пандемии, хочется верить, мы сможем уберечься от этого. И если будут к августу, к сентябрю выработаны некие протоколы, в том числе протоколы такие медикаментозные по лечению ковида, то я думаю, что фестиваль в Сочи не будет отменен. Поэтому я наоборот, люди будут очень повышенным спросом, они будут пользоваться такого рода акцией. Поэтому пока, во всяком случае, я не вижу оснований для того, чтобы его отменить. Другой вопрос, что вот сегодня одна из проблем, как размещать зрителей в зале, например. И если это шахматный порядок или это через ряд, то просто надо понять, что вот все наши прогнозы московские, они состоят в следующем. Даже если мы откроемся в сентябре, театры, кинотеатры и так далее, концертные залы, то заполняемость будет на треть всего. И только, я думаю, где-то к декабрю-январю заполняемость будет на 50%. Ну, это такой оптимистично, умеренно оптимистический прогноз. Так мне кажется. Поэтому, дорогая Люба, готовьтесь к Сочи. Спасибо. Я думаю, что в это время уже начнут верить в это. Спасибо. Спасибо большое, Кондур. Будем очень надеяться, что все наши планы осенние осуществятся. Следующий вопрос я передаю Богачевой Ольге. Она является директором русской школы «Теремок», а также председателем Координационного совета российских соотечественников в Маврикии, и, собственно, представляет Маврикии. Ольга, вам слово. Да, спасибо большое, Михаил Ефимович. Я из Африки. Да, здравствуйте. Во-первых, хочу вас поблагодарить. Большое спасибо за... У вас тоже карантин в Маврикии, да? У нас тоже карантин на Маврикии, да, как и во всех африканских странах. У нас достаточно такой жесткий карантин. Вот, поэтому хотела вас, во-первых, поблагодарить за ваш позитивный настрой, за то, что у нас все вернется, все обратно вернется и будет у нас все нормально. Вот, а вопрос будет скорее касаться международного культурного сотрудничества и скорее перспектив развития, продвижения культуры за рубежом посредством новых технологий, в том числе социальных сетей. Как мы, например, заметили в случае с празднованием 70-летия годовщины Великой Победы, что вот такие вот проведения онлайн-мероприятий, оно достаточно перспективно, именно через социальные сети, да, мы можем сразу, у нас обхват увеличивается, обхват увеличивается, у нас есть возможность привлечь разные города, разные страны и так далее. И вот такой вопрос, насколько же вы видите уместным, да, какое-то дополнительное финансирование, во-первых, подобным проектам, да, и развитие подобных проектов. И у нас, например, это касается напрямую, потому что удаленные страны, да, и страны с малочисленными русскоязычными общинами мы обычно не особо рассчитываем на русскую культуру, которая к нам приезжает, да, именно живую мы ее видим, все равно мы ее особо не видим, к сожалению. Вот, а еще вопрос такой, вы говорили о том, что сейчас все, скажем, музеи, да, страдают, музеи, все культурные учреждения, возможно, есть смысл привлечь работников, да, и направить их усилия на продвижение русского мира, на продвижение русской культуры за рубежом. Неплохой, мне кажется, момент в условиях пандемии, тогда как все сейчас в интернете, в социальных сетях, и все они выходят из дома, продвигать русский мир, продвигать русскую культуру, но больше делать упор на иностранные языки, то есть донести культуру на языки именно страны. Вот прокомментировать, извините, что так длинно. Спасибо большое, Ольга. Спасибо, Ольга, большое. Вы знаете, вы затронули очень важную тему. Вот дело в том, что, конечно же, ведь что произошло? Пандемия в каком-то смысле, она разрушила ту глобальное пространство, которое еще недавно работало очень хорошо. Вдруг закрылись государства, национальные границы даже внутри Шенгенской зоны стали совсем непрозрачными. Многие страны просто сказали, что вот, например, сейчас открылась внутри себя вся Прибалтика, там Латвия, Литва, Эстония, между ними границ нет, а вот за пределами ехать невозможно. Ни туда, ни туда можно еще местным жителям, но они закрыты для Европы, так же, как закрыты Франции, ну и так далее. Между Великобританией и Францией тоже прозрачные границы. Но, тем не менее, все проблемы государство решает на национальном уровне, то есть они занимаются решением своих национальных проблем, что, в общем, достаточно справедливо. Но сохранение этого культурного пространства – вещь очень важная. И вот не случайно деятели культуры России обратились коллегам из всего мира, чтобы провести такой виртуальный марафон культур в поддержку культуры, который мы планируем провести, я думаю, где-то в конце лета, который раскроет богатство, такое мировое богатство культурного мира планеты. Но ясно совершенно, что в этих условиях все равно виртуальные такие контакты, социальные сети, разного рода марафоны там и так далее, и так далее, тот же YouTube, может дать очень много для наших соотечественников за рубежом. И в этом смысле я думаю, что тут надо мне… подтолкнули меня на такое правильное действие. Я хочу поговорить с нашими послами, может быть, и посольствами, чтобы они были теми рецепиентами, которые могут брать материалы из наших музеев, скажем, из театров и так далее, потому что тут возникают вопросы… Если это будут посольства, то я думаю, что не будет возникать вопросов с авторским правом. Потому что одна из серьезных проблем – это то, что на многие произведения есть авторские права только на Россию или там на СНГ, скажем. Вот здесь я думаю, что мы, конечно, сможем быть полезными. Потому что ясно совершенно, что для вас, для наших соотечественников, ну, понятно, что колония на Маврикии не самая великая, но любой такой поход в театр или поход в музей, конечно, это очень важное событие. Давайте мы подумаем. Вы можете мне просто вот через фонд Горчакова прислать такую бумагу? Я же бюрократ в конечном счете, поэтому если вы мне напишите, как вы видите это, то это было бы очень важно. Спасибо вам большое. Хорошо, вам спасибо за ответ. Спасибо большое. Со своей стороны все сделаем, посодействуем. А мы сейчас подумаем, что можно сделать. Спасибо большое. Это очень здорово, что из нашей беседы еще и были цериальные дела. Это здорово, коллеги. Далее мы переходим к следующему вопросу от Дарьи Барсану. Она является студенткой факультета политических наук и администрации Государственного университета города Триеста и представляет Италию. Дарья. Пока Дарья к нам не получается, наверное, подключиться. Не получается? Мы тебя не слышим. Давай вернемся к тебе чуть-чуть позже, если ты не против. И тогда переходим к вопросу от Екатерины Ефимовой. Она является генеральным директором фонда «Мост поколений», продюсером кинофестиваля «Перерыв на кино» и представляет Санкт-Петербург. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Еще раз. Михаил Ефимович, очень приятно. Да, очень приятно. Вот так вот внезапно в процессе эфира в Петербурге появилось вдруг солнце. Надеюсь, я не очень сильно ослепляю. Я собираюсь уже. Да. Значит, ну, как меня уже представили, мы действительно представляем кинофестиваль. И вот у меня вопросы, которые были в эфире для меня, они настолько перекликаются вот и от Кондуры, и от Ольги, поскольку наш кинофестиваль посвящен теме Великой Отечественной Второй Мировой войны. Мы проводим большие всероссийские показы, там до 400 населенных пунктов, до 50 тысяч зрителей у нас за раз. И самое для нас вот волнительное, это то, что мы каждый май выезжаем в Европу на гастроли по странам, освобожденным Советской Армией. То есть такое для нас всегда большое мероприятие, турне международное. Встречаемся с ветеранами по маршруту, делаем встречи, проводим встречи с партнерскими организациями тоже. И, конечно же, мемориалы. Каждое 9 мая у нас Берлин. Ну, то есть вот это такое центральное событие всегда вот нашего кинофестиваля уже 6 лет подряд. Вот впервые, конечно, в этом мае у нас, мы остались в Санкт-Петербурге. Мы, безусловно, вот говоря о формате, безусловно, перенесли все в формат онлайн. Конечно же, как опять же вот сказала Ольга, это предоставило нам дополнительные возможности по привлечению аудитории, потому что наш показ мы предложили не только европейцам, но и у нас наши фильмы увидели и в Лондоне, и в Венесуэле, и в Палестине, и где только не увидели, потому что предложили мы гораздо большему сообществу. Но, тем не менее, вот та часть гастрольного тура нашего турне ежегодного, которая включает в себя личные встречи со зрителями, личные встречи с ветеранами, возложение цветов и все такое прочее, оно, увы, не состоялось. Пока мы оптимистически настроены все-таки на начало сентября, на 75-летие окончания Второй мировой, надеемся, что все же удастся этот тур провести. Фильмы мы еще все полностью не показали, отдельная программа, но к чему я вот, о чем я волнуюсь? Если вдруг это не состоится, вот, допустим, в сентябре, еще есть какое-то количество времени, вот опять же, как Кандур спрашивала по поводу ноября, да, еще есть какое-то количество месяцев до конца года. Поскольку 75-летие, оно больше не вернется. И если мы говорим про нас, то мы еще, дай бог, застанем и 80-летие победы и далее. А вот те люди, которые непосредственные участники, их с каждым годом катастрофически становится меньше и меньше. Поэтому лично вот нам, нашему проекту, нашему фонду, очень важно по возможности не упустить этот год, остаток этого года, вторую половину этого года, и все-таки встретиться. И вот, как вы говорили, с Прибалтикой, поскольку там огромное количество забытых ветеранов, скажем, ну, не то чтобы забытых, но людей, которым, к сожалению, в отличие от России, меньше внимания уделяется, хотя это люди, которые рисковали своими жизнями, да, за то, чтобы победить фашизм и так далее. Вот планируется ли какая-то поддержка проектов, посвященных теме Второй мировой войны, которые были наверняка в большинстве своем ориентированы на май, которые будут сейчас в большинстве своем под вопросом перенесены на сентябрь, но все же планируется ли вот какая-то дополнительная поддержка этих проектов, в случае даже если сентябрь не состоится там в октябре, в ноябре, может быть, в декабре. И что вот, может быть, слышали об этом? Кать, вы знаете, я думаю, вот тут как обстоят дела. Мне кажется, что, ну, так сложилась жизнь. Вот случилось так, что в этот год великого юбилея случилась эта пандемия. И я думаю, что не надо тут ограничиваться даже этим годом, 20-м. Мне кажется, что тут можно это продлить и на следующий год. И уверяю вас, ветеранов, к сожалению, становится все меньше и меньше. И для них понятно, что 75-летие – это символическое, но кто нам запрещает каждый год делать символическим годом? Потому что на самом деле мы-то, может, и доживем, да. То есть вы-то точно доживете, мы молодые барышни все. А если я там доживу до 85-летия победы, 80-летие победы – это хорошо, но, к сожалению, мы же прекрасно понимаем, что самому старшему, самому младшему ветерану, когда будет 80 лет победы, будет 98 лет. Понятно, да? Потому что 18-летние мальчишки шли в призыв. Я не говорю сейчас о детях полка, я не говорю сейчас о детях, которые делись во время войны. Их тоже сейчас в каких-то своих аспектах приравнивают. Если говорить о настоящих ветеранах, то этим людям будет 98 лет. Поэтому, мне кажется, что тут ждать? Если есть возможность это сделать, как только откроется возможность, надо это делать. И делать это каждый год, каждый месяц. И я думаю, что на это вы найдете поддержку. Будет ли она специальной. Но мне кажется, что никто не закроет Оргкомитет Победы, потому что он существует. И мне кажется, что отношение к ветеранам не должно измениться и к тем людям, которые, организациям, которые проводят такого рода акции, не должно меняться. Потому что, я думаю, Надеюсь, вы же согласны поддерживать и город, и какие-то фонды. Другое дело, что сейчас, вот это тоже одна из тем, которой я не коснулся, но она не самая веселая. К сожалению, пока бизнес не встанет на ноги, конечно же, спонсорская поддержка будет затруднительна. Поэтому в значительной степени все будет ложиться на государство. Но я уверен, что на эту сферу деятельности, на такого рода кинофестивали, на такого рода встречи, конечно, никто не станет ущемлять людей, которые этим занимаются. Поверьте мне. Так что солнце вышло в Петербурге, вот и, значит, надежда пришла к вам в полной мере. Спасибо вам большое за вопрос. Спасибо вам, будем надеяться. Спасибо большое за очень важную тему, поднятую в вашем вопросе. Далее мы переходим к вопросу от Жукова и Дарьи. Она является директором общественного движения волонтеров культуры Ассоциации волонтерских центров. Дарья, вам вопрос. Михаил Ефимович, добрый день. Спасибо огромное за очень обстанную лекцию. Да какая-то лекция. Вопрос очень короткий. Такой, да, небольшой разговор. Спасибо вам большое. Вопрос будет не совсем связан с волонтерской деятельностью, но непосредственно связанной со сферой культуры. Как вы оцениваете перспективы развития нацпроекта культуры, как он видоизменится, на ваш взгляд? Потому что, по сути, там один из ключевых проектов федеральных это развитие инфраструктуры и посещаемость объектов культуры, да, и в целом учреждений. И крайне важный вопрос, который связан с поддержкой коллективов и различных объединений. Как вы оцениваете, как он может видоизмениться и будут ли какие-то изменения связаны с нацпроектом в связи с пандемией? Ну, вы знаете, Даша, я прежде всего хочу сказать, что, как и все мои коллеги, мы очень высоко оцениваем волонтерское движение. Я считаю, что волонтеры и в период пандемии, и до нее, и, уверен, после этого времени оказывают, конечно, огромную помощь людям. И это очень важно. И вы как бы сами себя формируете, но и вы формируете ту удивительную среду, которая очень важна, потому что это призыв доктора Газа «Спешите делать добро», он в волонтерском движении реализуется. Об этом говорил и Владимир Владимирович Путин сейчас, когда как раз встречался с волонтерами и говорил о необходимости поддержать социально ориентированное НКО. Вот я думаю, что как раз социально ориентированное НКО будет поддержано, и это очень важно, потому что действительно люди делают сегодня очень важное дело, важное не просто для всей страны, а для конкретных людей, которым они несут помощи, поддержку психологическую, материальную. Это все очень существенно. Что касается Национального проекта культуры, я уверен, что он будет скорректирован. Он и сейчас, я думаю, он уже скорректирован, потому что очевидно совершенно, что будет заморожена часть, которая связана как раз со стройками, со строительством. Но не везде какие-то большие строительства сохраняется, там, в частности, ну, и для, скажем, музея Мнипушкина, я знаю просто, для директора хорошо, они добились того, что строительство, не реконструкция, а, так сказать, собственно, музейного пространства будет сохранено. Но вообще и по Москве, и по Петербургу, конечно, и по регионам, вот эта часть строительная, я думаю, она будет в значительной степени заморожена и перенесена на следующий год. Но вы совершенно правы, что тут важно сохранить инфраструктуру. Невозможно все перенести в онлайн. Это колоссальная ошибка. Людям надо собираться, встречаться в учреждениях культуры. Для регионов национальный проект культуры очень важен. Именно потому, что это вопрос создания таких центров встречи. Я знаю, что, скажем, по Москве был такой проект. Я думаю, что он будет реализован, несмотря на то, что Москва понесет и понесла уже огромные затраты на именно медицинскую часть. Потому что сегодня, как вы понимаете, все национальные проекты перекраиваются в сторону поддержки медицины. Потому что на это нужны, прежде всего, деньги. И деньги нужны просто гражданам. Потому что, наконец, граждане получат через детей, но они получат какие-то реальные деньги через индивидуальных предпринимателей и так далее. Но ясно совершенно, что для Москвы создание вот этих больших досуговых центров в районах, потому что Москва всякий огромный мегаполис, которые должны были базироваться на кинотеатрах, это большой проект и очень интересный архитектурный и социально очень важный. Потому что это место действительно такой социальной жизни горожан. Я думаю, что эти вещи никуда не денутся. Потому что, понимаете, ясно совершенно, что медицинская сегодня сфера требует огромного внимания и колоссальных затрат. Но, тем не менее, будущий год, это вопрос уже такого, грубо скажу, отраслевого лоббизма, будущий год должен вернуть в бюджеты, конечно, на национальный проект культуры именно в части развития инфраструктуры. Спасибо вам большое за вопрос. Виктория, вы удачи. Я говорю, берегите себя все. Да, Виктория, вещь внимания. Спасибо вам большое за вопрос, Дарья. Далее мы переходим к вопросу от Иванова Андро. Он является пресс-секретарем фонда возрождения и развития русско-грузинских отношений. Андро, тебе слово. Здравствуйте, Михаил Евгеньевич. Добрый день. Добрый день. Я тоже рад вас видеть. Очень приятно, большое спасибо вам за ваше сегодняшнее выступление и беседу с нами. Михаил Евгеньевич, у меня такой будет вопрос. В Москве до этой пандемии ежегодно проводились различные международные фестивали. Но понятно, что по причине, наверное, сложных политических взаимоотношений между странами нашей России и Грузии, российско-грузинские фестивали с участием грузинской стороны не проводились. И, соответственно, русско-грузинские фестивали на территории Грузии тоже не проводились. Я не имею в виду сейчас те фестивали грузинской культуры, которые проходят в Москве и в России, но они преимущественно происходят с участием грузинской диаспоры. То есть не представителей самой Грузии, а местных грузин, так скажем, это назовем. Скажите, пожалуйста, понятно, кончится эта пандемия. Слава Богу, кончится. И дай Бог, чтобы все были бы здоровы и счастливы. Планируются ли какие-то направления в работе с грузинской стороной именно по культуре? Проведение культурных таких фестивалей на территории России и, соответственно, на территории Грузии, но уже с участием русской культуры нашей. Спасибо большое. Вы знаете, спасибо за вопрос. Для меня это достаточно личный и такой больной вопрос, потому что, как вы понимаете, Грузия для каждого русского человека это часть души. И, конечно же, то, что в последние годы, уже много лет, в общем, межгосударственные отношения оставляют желать лучшего, это такая проблема для всех нас. И, тем не менее, какие-то культурные проекты осуществлялись. В частности, осуществлялся проект, связанный с кино. И по линии кинематографа были какие-то общие проекты в Белиси и в Москве. Грузинские кинематографисты приезжают, в общем, в Москву. И не часто, но, в общем, приезжают. И какие-то отдельные контакты существуют, небольшие по театральной части. Но я вам скажу так. У российской страны, я говорю сейчас уже абсолютно как лицо официальное, у нас нет никаких запретов и ограничений на контакты с грузинскими деятелями культуры. Мы открыты, мы рады были бы тому, если бы мы могли провести совместный грузинско-российский кинофестиваль или музыкальный фестиваль. Тем более, важно же понять одну вещь. Когда приезжают отдельные коллективы, ну, например, коллектив национального, национальный коллектив танца, да, то они уступают на самых престижных площадках в Кремле, например. И в этом смысле, я повторю, у российской стороны нет никаких ограничений. Я думаю, что ограничений нет и у деятелей культуры Грузии в известном смысле. Но, знаете, у нас нет таких официальных контактов к культурной части. Вот это проблема. У меня очень добрые отношения с нашим грузинским представителем правительства, которому поручено заниматься переговорами с Россией. Я имею в виду уважаемого Зураба Абашидзе. И у меня с ним просто добрые товарищеские и человеческие отношения. И, тем не менее, даже при его содействии мне не удавалось, даже когда я прилетал, скажем, в Белеси, встретиться с, скажем, с министром культуры или с министром образования и поговорить над темой, которая, ну, всех волнует на самом деле. Потому что, вы поймите, грузинская культура – это часть российской культуры, так или иначе. Вы справедливо сказали, что в России большая диаспора, грузинская, которая представляет достойно грузинскую культуру. Но очевидно совершенно, что все равно грузинская культура делается в метрополии, то есть дома. Грузии, и там происходят процессы, которые, например, мне очень интересно были и в театральном плане, и в кино, кинематографисты и так далее. У меня много друзей, ну, один из самых близких моих друзей – это Датом Аградзе, который является одним из лучших поэтов грузинских сегодня, и с которым мы переписываемся и дружим. И я очень хотел, и вышел, выходят его книжки в России, я очень хотел сделать такой вечер грузинской поэзии, скажем, в Доме литераторов. Это все возможно. Поверьте мне, это все открыто. У нас, как вы знаете, отношения с Украиной достаточно тяжелые. И, тем не менее, работает такой проект, который называется «Минская инициатива», издаются книжки, в которых печатаются вместе русские, украинские, белорусские авторы. Мы устраиваем какие-то презентации. Все возможно, было бы желание. Дело не в деньгах, поверьте мне, это не такие большие деньги. Мадлова. Диди Мадлова. Ара, притворите Мадлова. Спасибо большое за ответ и приветствие друг друга на грузинском языке. Так случайно получилось. Но следующий вопрос, собственно, является от человека, который представляет Грузию. Капанадзе Васо, эксперт по международным вопросам, город Белиси. Васо. Так, где? Так, у Васо, наверное, проблемы со связью. Мы давайте перейдем к следующему вопросу, а Васо чуть позже предоставим слово. Следующий вопрос у нас от Кирилловой Натальи. Наталья является советником президента Всемирной ассоциации выпускников, а также солисткой Государственного академического русского народного ансамбля России имени Зыкиной. Представляет она у нас два города, Нижний Новгород и Москву. Наталья, Вам слово. Добрый день. Здравствуйте, коллеги. Очень приятно всех видеть и здравить. Здравствуйте. Позвольте поздравить вас с наступившим уже праздником Днем Победы. Я считаю, что это тот праздник, с которым мы можем друг друга поздравлять каждый день, потому что он относится к каждому из нас и к нашим последующим всем поколениям на этой земле. Я должна предупредить сразу, что у меня будет несколько многомерный вопрос, но очень животрепещущий по темам, в том числе в нашей сегодняшней беседе. Я подготовилась и перед нашей с Вами встречей провела некий небольшой, назовем это социологический опрос, между своими коллегами, так как я сама являюсь концертирующей певицей, мне хотелось услышать и их мнение, прежде чем мы бы встретились с Вами и обсудили эти важные темы. А вопрос такой. Конечно, мы сейчас все оказались в очень сложной ситуации, особенно артисты, играющие и концертирующие музыканты, позвольте так выразиться, в непростой совсем ситуации, потому что люди, не привязанные к каким-то государственным учреждениям, театрам, оркестрам, они оказались просто в патовой ситуации, они вынуждены выживать на сегодняшний день и о культуре подчас говорить не приходится, а творчество тем более. И в связи с этим, но, как мы люди творчества, мы не можем жить без своего дела, в связи с этим, конечно, сейчас появляется огромное количество онлайн-выступлений артистов, мы пытаемся все каким-то образом свои творчества перевести в интернет-формат, возникает такой вопрос, есть ли какие-то сценарии, мы сегодняшний день обговариваются ли они в руководящих кругах, а именно конкретной помощи артистам, в том числе и самозанятым, или частным коллективам, есть ли какие-то наметки по мерам поддержки нашей среды артистической, потому что даже сам переход в пространство, даже частичный переход в пространство онлайн, он проблематичен для многих артистов, потому что если молодые ребята имеют возможность и техническое оснащение совершить этот переход, то артисты старшего поколения подчас и народные, в том числе, сталкиваются с большой проблемой, элементарно оттуда себе знание работы с некими программами, которые бы могли это сделать. И в связи с этим вторая глубина этого вопроса такая, что у нас существует на сегодняшний день платформы грантов или фонды, которые осуществляют поддержку культурным организациям НКО, проводящим культурные мероприятия, но почему, как вам кажется, их долевая составляющая, если мы говорим в сравнении с другими НКО и другими программами социальными, она очень недалека, а в сравнении если мы будем делать это с другими странами, то тут разница будет действительно в разы. Это мой вопрос, но прежде чем вы начнете на него отвечать, позвольте мне сделать маленькую марку, вы сегодня затронули тему о проведении как раз праздничных мероприятий в формате онлайн по поводу 9 мая, и кроме вот таких сложных, железнодрепещущих вопросов, я хочу вам привести пример положительного результата, положительной работы, здесь я представляю Семерную ассоциацию пикников, я являюсь середентом по вопросу культуры, и мы провели двухдневный большой марафон посвященный Библии Победы, у нас прошел большой конкурс своему песню, который охватил весь мир, начиная от Лежной Америки, заканчивая Австралией, мы получили 4 тысячи, 4 с лишним тысячи видеороликов исполнительных как от профессиональных артистов, как от любителей, лучших мы выложили на своем официальном канале, сняли киноконцерт, сделали это при участии артистов из 9 стран, там есть и профессиональные видеозаписи, так все можно посмотреть на официальных страницах, у нас были прямые включения, прямое включение Черноморского, с Черноморского побережья, где ансамбль Черноморского флота исполнял День Победы после минуты молчания, прямые включения с артистами выступления, живые, с профессиональной трансляцией, мы привлекали положительные примеры того, что действительно можно перейти в эту среду без ущерба качества, но естественно это не заменит живого общения зрителей с артистами, и я уже обращаюсь к пользоваться сейчас возможностью к моим коллегам по этой конференции, приглашаю вас в сотрудничество с нашей ассоциацией, потому что у нас очень большая аудитория, и мы имеем возможность в том числе перевода ваших культурных проектов на языки тех стран, с которыми вам было бы интересно по взаимодействию. Все, я вам возвращаюсь к вопросу о мерах поддержки моих коллег по выходу из этой кризисной ситуации. Спасибо. Спасибо вам. Ну, вы знаете, я как раз этим занимаюсь в последнее время, потому что с одной стороны государство поддерживает малый и средний бизнес, как вы знаете, с другой стороны государство поддерживает большие государственные, ну просто государственные муниципальные учреждения культуры, так или иначе, да, а вот сегмент негосударственных учреждений культуры, таких как, ну, слава богу, ансамбль России, это государственный ансамбль, но есть очень много людей, которые работают как некоммерческие организации, как фонды, как просто индивидуальные предприниматели. Сегодня с индивидуальными предпринимателями будет легче немножко. индивидуальным предпринимателям есть послабление в виде возвращения их налога за 2019 год, а вот что касается некоммерческих учреждений культуры, не только культуры, потому что в некоммерческом сегменте работают и образовательные учреждения, и научные учреждения даже, и ряд других, волонтерских в том числе, вот здесь как раз идет довольно серьезная работа, и мы находимся в тайном диалоге с правительством с одной стороны, с другой стороны, я думаю, что если речь идет о региональных людях, которые живут в тех или иных городах, то, конечно же, нет запрету у региональных министерств культуры, департаментов культуры оказывать эту помощь, но я боюсь, что тут нужно проявить большие такие усилия, серьезные лоббистки, и я думаю, что к этой теме мы еще вернемся, потому что я через Викторию могу какие-то вещи сказать, потому что сейчас как раз я целый день сегодня находился в диалоге с Минэкономикой, Минкультурой по поводу того, что вот этот сегмент людей, которые занимаются высокой культурой, они занимаются народной культурой и так далее, и так далее, но они оказались не включенными ни в какие списки помощи. Идти просто на биржу труда, ну, я думаю, что это не всегда музыканту или артисту это, так сказать, совсем приятно, да, и не совсем это с руки. Поэтому идет такой процесс, но я уверен, что если вы из Нижнего Новгорода, или из Новгорода, вы из Нижнего? Из Нижнего, Нижнего Новгорода. В Нижнем Новгороде вполне такие серьезные. У вас хороший губернатор Никитин, он это должен вообще все понимать. Давайте мы тогда попробуем, давайте попробуем все-таки обратить к своим региональным департаментам культуры, а мы посмотрим, как это можно еще и как бы активизировать из центрального, на уровне федерального правительства. Что касается виртуальности, понимаете, виртуальность у меня в чем проблема, как мне кажется. У нас еще нет навыка, вот вы говорите, замечательно, что вы провели к 75-летию Победы такой конкурс и концерт, и низкий вам поклон, но как только это надо будет монетизировать, как только это надо будет превратить в деньги, да, для людей, которые этим занимаются, возникнет множество вопросов. Вот я вам скажу, я наш пример приведу. Мой театр на платформе ОККО показал два спектателя нашего театра. Один из них посмотрело более миллиона человек, но это все бесплатно. И понятно совершенно, что второй раз мы, когда наступит время, и мы скажем, ребят, хорошо бы нам хотя бы рубль с этого проката, а лучше бы 10, нам уже не получить этого количества зрителей. Сегодня зритель с удовольствием приходит на бесплатные показы. Появятся ли у него деньги, чтобы платить, это проблема. И я думаю, что это следующая тема для очень серьезного обсуждения уже с юристами и с теми, кто занимается видео таким промотированием. Спасибо огромное. Какие еще вопросы? Михаил Альфимович, можно я воспользуюсь еще возможностью нашей онлайн-встречи и позволю себе пригласить вас в качестве гостя в наш следующий большой проект, посвященный Дню России. Если позволите, я не по-настоящему передам через консерчкова. А по поводу регионов, вы абсолютно правильно сказали, и в том числе Нижегородский регион сейчас будет участвовать у нас в этом большом проекте, я думаю, что мы сможем показать положительный пример поддержки именно представителей артистической середины. Спасибо большое. Спасибо огромное. Спасибо вам. Спасибо вам большое, коллеги. Все, что касается нас, все озвученные вопросы мы обязательно отработаем, все, что было озвучено, все записываем, фиксируем. Дальше давайте попробуем вас вновь подключить из Тбилиси и попробовать задать вопрос. Васока Панадзе. У вас у нас не получилось, тогда давайте попробуем Дарью Барсану подключить, она сказала, что у нее тоже со связью все стало хорошо. Давайте попробуем, слышно? Да. Отлично. Спасибо. Михаил Ефимович, спасибо за ваше выступление и за ваше приветствие. Здравствуйте. Которое вы нам донесли, действительно, это очень важно, особенно сейчас. И у меня вот как раз, соответственно, такой вопрос. Я возглавляю Совет молодых российских соотечественников в Италии, и когда началась вся эта тяжелая ситуация, мы получали много таких пессимистических сообщений от наших акторов. И, честно говоря, хотелось бы услышать ваш совет им, поскольку, если все-таки зритель более-менее уже привык к онлайн-формату, то актерам, конечно, намного тяжелее. Это такой вопрос-совет с вашей стороны. И второй вопрос касательно деятельности на следующий год. Можете ли вы подсказать организации либо же фонды, которые непосредственно могут поддержать культурные проекты за рубежом, поскольку мы тоже столкнулись с проблемой, что именно за рубежом очень мало организаций, которые поддерживают? Спасибо вам большое. Вы знаете, у меня по поводу поддержки, если вы мне просто напишите письмо просто в МИД, да, и напишите, чего вам надо, то мы посмотрим, как через Морбут, через посольство вам помочь. первый вопрос я не расслышал. Вот это по поводу того, напишите, чего надо, мы подумаем, как можно помочь. А вот теперь первый вопрос перезадайте мне, потому что я не расслышал его. Ваш совет нашим актерам, молодым, не только актерам и деятелям искусства в этой ситуации, поскольку именно им сейчас очень тяжело, и мы получали много сообщений таких пессимистичных с их стороны, и тоже хотелось бы им как-то поддержать, поскольку зритель привык к онлайн-режиму, а актерам сейчас очень тяжело перейти в данный формат. Вы знаете, это очень болезненный вопрос, это очень болезненный вопрос на самом деле, потому что людям, которые работают на сцене, которые очень зависят от, собственно, их состояние внутреннее всегда очень связано с тем, что они подпитываются от публики, и вдруг они оказываются в этом замкнутом пространстве. Ну, наши актеры, актеры моего театра и не только моего, они делают разного рода флешмобы, они там между собой связываются, сейчас это возможно, все сделают вот так же, как и мы, делают какие-то разговоры, иногда поют вместе песни, они все время стараются жить какой-то творческой жизнью, по-другому, иначе вы закиснете, вам нужно все время в этом пространстве, ну да, каким-то образом существовать, хотя, ну конечно, что это имитация, на самом деле, это не настоящее все дело, если говорить серьезно, но тем не менее, по-другому невозможно. У нас самой большой проблемой оказались балетные, потому что оперные могут петь дома, а балетным очень трудно было репетировать, и станков уже нет у всех, вот эта проблема, я с ужасом думаю, что когда это все закончится, и надо будет возвращаться в театр и репетировать, вот здесь возникнет миллион самых разных проблем, но только через виртуальное пространство, вы поймите, по-другому ничего не получится, но увы, вы, к счастью, что это пройдет, а вы даже через пять лет будете уже об этом забудете, обо всем, вы молоды, и у вас все будет хорошо, поверьте мне, а насчет письма не забудьте, напишите, пожалуйста, насчет письма, чем помочь, спасибо вам, ну что, будем заканчивать, если позволите, два последних вопроса, крайних, если вы не против, мы после тех, кто остался вопросом, мы можем просто песни нам в виде позже вам отправить, чтобы мы могли возможность ответить, либо если у коллег есть какая-то просьба или помощь, мы могли бы посудить. следующий вопрос у нас задаст Лигия Трякина, Лигия у нас представляет, она является генеральным директором молодежного концертно-фестивальной программы школа МУС и, собственно, представляет у нас Москву. Лигия, вы к нам подключаетесь? Вы меня слушаете? Да, 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 да. Да, да, здравствуйте, Лидия. Добрый день, Михаил и Федорович. Лигия, здравствуйте. Прежде чем задать вам вопрос, я хочу воспользоваться случаем счастливым и искренне вас поблагодарить за ту помощь и поддержку, которую вы оказываете нам для проведения российско-польских фестивалей Молодежная Академия Искусств «Опыт молодежной дипломатии». Буквально вчера, 12 мая, должно было состояться открытие нашего 16-го фестиваля, который был посвящен 25-летнему юбилею, то есть ровно 25 лет тому назад состоялся первый фестиваль российско-польский в Варшаве и назывался он тогда «Детская Академия Музыки». Мы перенесли это мероприятие на конец сентября, но, конечно, время покажется, случится оно или нет. У меня были два вопроса к вам, но один вы в ходе лекции своей интересной уже ответили, это было общение онлайн. И второй вопрос, который я хочу вам задать, Владимир Владимирович Путин, говоря о стратегических задачах восстановления деловой жизни и вообще экономики, сказал, что налаживать жизнь после пандемии предстоит в условиях стряски. А какие пути восстановления культуры после пандемии увидите вы? Как будут налаживаться международные культурные связи? Останется ли какая-то часть того, что было достигнуто? Будут ли выделены дополнительные средства для поддержки культурных проектов, его культура, как никакая другая лодрость, к сожалению, осталась без подушки безопасности? Михаил Ефимович. Так, у вас, мне кажется, проблема со связью. Меня не слышно было? Нет, Лиги, вас было слышно, все в порядке, сейчас попробуем решить вопрос со связью Михаила Ефимовича. Да, Михаил Ефимович. Буквально секунду коллеги и Михаил Ефимович к нам подключится. Да, Михаил Ефимович. Коллеги, у нас после вопроса Лиги останется еще один вопрос. Вот, по алфавиту у нас стал, идет, так, идет у нас к Ленин Андрей и у нас получается будет незаданных два вопроса и коллеги, давайте вы напишите в чате их и тогда мы со своей стороны соберем на них ответы. Ань, есть Михаил Ефимович? пока нет. Пока нет. коллеги, пока Михаил Ефимович подключается, просто хотелось сделать анонс, что еженедельно мы проводим по два, три, а бывает и четыре онлайн мероприятия, они касаются совершенно разных тем. Сегодня у нас культурно-гуманитарная повестка, завтра, допустим, у нас будет дискуссия по состоянию российско-американских отношений, в пятницу у нас будет совместное мероприятие с Российским Центром науки и культуры в Брюсселе, мероприятие на русском, на английском будет проходить, посвященное фальсификации истории. На следующей неделе у нас запланировано также минимум два мероприятия, просто я это говорю потому, чтобы вы следили за нашими анонсами, мы регулярно на связи и будем рады вас видеть еще раз. У меня тут, видимо, со средствами связи не все хорошо. сейчас слушаю. Да, да, вас слышно, все в порядке. Так, у нас был вопрос от Лиги, вы помните или повторить? Да, 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 конечно, говорили, что да, 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 пожалуйста. Мне повторить, да, да, коротко, давайте, что это вопрос. Здравствуйте, Лигия, еще раз. Здравствуйте, я хотела воспользоваться случаем, искренне вас поблагодарить за ту помощь и поддержку, которую вы оказываете нам для проведения российско-польских фестивалей молодежной академии искусств и опыт молодежной дипломатии. Буквально вчера, 12 мая, должно было состояться открытие 16-го российско-польского фестиваля, посвященного 25-летнему юбилею этого мероприятия. Ну, конечно, оно не состоялось по известным причинам, и мы перенесли это мероприятие на конец сентября, ну, а там время покажет, состоится или нет. Я хотела вам задать следующий вопрос. Владимир Владимирович Путин, говоря о стратегических задачах восстановления экономики, сказал, что налаживать жизнь после пандемии предстоит в условиях стресса. Какие пути восстановления культуры после пандемии видите вы? Как будут налаживаться и восстанавливаться международные культурные связи? Останется ли какая-то часть того, что было достигнуто? Будут ли выделены дополнительные средства для поддержки культурных проектов? Ибо культура, как никакая другая отрасль, к сожалению, осталась без подушки безопасности? Спасибо большое с вопросом. И мы о нем все время думаем, потому что действительно, то, что вы сказали, культура действительно находится без подушки безопасности. Причем это во всем мире происходит. И не случайно мы с ЮНЕСКО сейчас готовим такой большой марафон как раз в поддержку культуры, в защиту культуры и так далее. Но тут, конечно же, важно понять следующее. Очень многие проекты не реализованы и определенные средства все-таки перейдут на следующий год. Понятно, что очень много ушло сейчас и будет расходоваться на медицину. Я уже говорил об этом, потому что все заинтересованы в том, чтобы скорее найти лекарство от пандемии и от COVID и от этого вируса и вакцину, Бог даст, если она появится в начале следующего года или к лету следующего года. Все это очень важно, но тем не менее ясно совершенно, что и экономика должна задышать каким-то образом и без культуры в общем не прожить. естественно, что здесь в значительной степени большая доля, большая доля, чем раньше, лежит на государства, потому что, повторю еще раз, сегодня я думаю, что большинство наших спонсоров мы видим, что происходит с ценами на нефть, на газ и так далее, большинство наших спонсоров не сможет поддерживать так, как поддерживали раньше до этого кризиса культуры. Но тем не менее я уверен, что несмотря на все вот такие сложности экономические, понятно, что экономика, я думаю, задышит, ну, хочется верить, это год через два, но несмотря на все это, я думаю, что у государства хватит средств, во всяком случае, и президент об этом говорит, о том, на то, чтобы поддержать культуру, потому что ясно совершенно, что это сферы нашей жизни, она пронизывает все, и, как ни странно, без, повторю еще раз, без культуры, без образования нам не поднять экономику. Сегодня, когда мы говорим о высоких технологичных экономиках, экономики уже теперь говорят 5-0, а не 4-0, то ясно совершенно, что без культуры и образования это невозможно. повторю, здесь это, как любая работа, здесь нужен большой лоббизм, потому что еще и еще раз надо добиться того, чтобы культура не финансировалась по остаточному признаку. Ясно, что сегодня речь идет о жизни и смерти, но сама эта проблема, жизнь и смерть, это формулируется, на самом деле, и культурой, а не медициной, понимаете. Для нас вопросы жизни все-таки связаны с культурой, а не только с физическим здоровьем. Поэтому я думаю, что государство будет помогать и поможет, безусловно. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо вам. У нас крайне короткий вопрос, я надеюсь, короткий, от Андрея Кленина. Он является пресс-секретарем Российской Академии наук. В настоящее время представляет два города в Москву и солнечный Кисловодск. Андрей, от вас вопрос, и на этом мы будем заканчивать. Спасибо большое. Добрый день, коллеги. Здравствуйте, Михаил Ефимович. Спасибо большое, что нашли сегодня возможность поделиться вашим видением сферы культуры в наше непростое сложившееся время. И спасибо большое, конечно, фонду Горчакова за то, что дал нам возможность подискутировать и обсудить состояние сферы культуры. Несмотря на все громогласные гиперболизированные лозунги, которые нас внушают к тому, что мир уже не будет прежним, все мы хотим, конечно, чтобы время отчасти вернулось. Но вот в качестве небольшого лирического отступления позвольте сказать, что все мы действительно можем сами сделать так, чтобы время отчасти вернулось, и вот наш медиатизированный век, а уж тем более в условиях самоизоляции, согласитесь, приятно получить такую традиционную бумажную весточку. Я сам лично занимаюсь, и призываю вас тоже вернуться к такому, занимаюсь отправкой открыточек к своим друзьям, и получаю очень действительно милые отзывы о том, как это прекрасно, это действительно поднимает настроение. Я очень надеюсь, что в скором времени мы вернемся и не от этого мозаичного пространства, в котором мы сейчас оказались даже сегодня, и вернемся в жизнь обычную. Ну и вот как свойственно заключительному вопросу мой вопрос тоже посвящен, относится уже к завершению, завершению этого всего пандемичного состояния мира, и он базируется на личном опыте. У меня у самого был, признаться честно, билет на оперу «Кармен» на исторической сцене Большого театра на 18 марта, но, как вы и отмечали, 16 марта все учреждения культуры были вынуждены приостановить свою прямую работу в привычных состояниях, и многие очень, возможно, скоропалительно стали искать другие форматы работы, где-то они оказались более успешными, где-то они оказались менее адаптированными. Например, если взять лично меня, я, к сожалению, к своему стыду признаю, что я не стал слушать оперу чаще. Спасибо, конечно, большое и всем театрам, всем Меккам, которые проводят трансляции. Это действительно здорово, потому что без этого мы совсем бы, наверное, не выдержали тех условий, в которых мы оказались. Но действительно, как вы отмечали, артистам тоже важно чувствовать обратную связь, отзыв, отклик аудитории, и поэтому я думаю, что скорее бы мы к этому вернулись. Ну и вот мой вопрос относится к тому, с вашей точки зрения, есть у нас уже большой опыт, даже не полтора, а действительно два почти месяца, как и театры, и музеи закрылись. Кто-то уже попробовал выйти онлайн, у кого-то эти форматы оказались удачными, у кого-то нет. С вашей точки зрения, как вы считаете, когда мы вернемся к нормальной жизни, какие форматы продолжат свою работу, а о каких мы действительно забудем, потому что, как мне видится, все равно, вернувшись к оффлайну, онлайн совсем не уйдет, но, возможно, какие-то коллаборации, совмещения форматов все-таки будут иметь место в этой жизни. Спасибо большое. Спасибо огромное. Ну, вы, собственно, ответили на вопрос, который вы поставили. Все равно будут коллаборации, конечно же. Люди, не надо думать, он, на самом деле, онлайн, он довольно внятно набирал количество своих зрителей и до пандемии. Просто пандемия сделала его тотальным, она сделала его таким диктатором всей культурной жизни. но ясно совершенно, что люди захотят живого абсолютно, и это живое станет роскошью определенной. Но онлайн не уйдет никуда, естественно, особенно, я думаю, в образовательном пространстве культуры, а у культуры есть тоже и образовательное пространство. Я уверен, что он будет использоваться для самых разных вещей, поскольку обратите внимание, что сегодня очень много часть, скажем, кинематографа и телевидения условного переходит на платформы. И платформы сегодня позволяют формировать нам свой день. Ведь в этом смысле интернет, это по существу и тоже телевидение на самом деле, но вопрос в том, что в этом телевидении главный редактор это вы сами. вы сами определяете, что вы хотите смотреть, как вы хотите смотреть, если вы сами не занимаетесь производством контента. Хотя, надо сказать, что во время пандемии я не коснулся этой темы, но она очень важна. Было очень много потрясающей самодеятельности. И такой самодеятельности роскошной. Группа изоляция и изоляция показала всем, что самодеятельность пустого в режиме онлайн это тоже такая замечательная сфера деятельности. Но, повторю, никуда это не исчезнет, потому что все равно наш контакт с миром сегодня происходит через социальные сети во многом. И вы, повторю, сами формируете себе ту повестку дня, которая вас интересует так или иначе. Но это, повторю, не отменит... Эта часть жизни, она будет развиваться, безусловно, но тем ценнее будет человеческое общество. Вот тогда мы поймем фразу Сент-Экзапери, что вот роскошь человечества в общении, слово роскошь, она, кажется, ключевой. Любое живое общение будет роскошью. И это, об этом нельзя забывать. Поэтому мы все надеемся, что так или иначе вирус отступит, мы вернемся сначала к такой ограниченно свободной, а потом совсем к свободной жизни. Но я думаю, что через год уж установится, так хочется в это верить. Но повторю, это будет такой определенный баланс виртуального и реального. Но я как бы консерватор, я предпочитаю все-таки реальное и виртуальному, хотя есть люди, которые считают, что я глубоко не прав. Очень был всех рад видеть, спасибо вам огромное за вопрос. Спасибо вам огромное, Михаил Ефимович. Спасибо вам за модерацию замечать, прекрасный модератель. Тогда спасибо вам. всегда рада вас видеть, приглашаем в фонд Горчакова, как только все закончится. Спасибо вам большое, всего доброго. Спасибо. Даш, у меня один короткий вопрос к вам. Спасибо.